Всем привет, с вами Димон, вы на канале Все Китай. Ну что ж, сегодня у нас на обзоре будет гламурный а-ля монобровный смартфончик Huawei P20 Lite. И знаете, у нас супер цвет розовый, вот такой вот супер гламурненький, да, кто-то обозревает черные и синие смартфоны. А у меня сегодня будет розовый гламурный смартфончик, который нам предоставил интернет-магазин FISHKI.YO, так что ссылочка будет в описании, кому интересно, переходим и смотрим. Ну что ж, друзья, давайте поговорим о данном красивом, интересном, компактном, скажем так, удобном монобровном смартфоне. Так что поехали! Дизайн смартфона очень узнаваемый, и в этом году все смартфоны одинаковые и можно запутаться. Компания Huawei поступила грамотно и, конечно же, оставила надпись снизу под дисплеем, дабы хоть как-то выделяться из толпы. Но в целом дизайн смартфона нормальный, хотя без моноброви в этом году просто никак. Смартфон меня приятно удивил своей эргономикой, в руках сидит как влитой, и благодарить нужно, конечно же, небольшие рамки вокруг дисплея. Сборка смартфона не вызывает вопросов, все хорошо, но вот пластиковые разделители выглядят дешево и посажены не идеально. С фронтальной части нас встречает 5,85-дюймовый Full HD Plus дисплей, ну и, конечно же, есть мини-монобровь, на которой разместился разговорный динамик, фронтальная камера на 16 Мп, различные датчики, ну и, конечно же, есть маленький индикатор уведомлений. Сам дисплей здесь бомбезный, картинка сочная, насыщенная, отличная, максимальная яркость, к минимальной тоже претензий нет, все обалденно. Конечно же, есть олеофобное покрытие, углы обзора максимальные. Короче говоря, дисплей вас точно не разочарует, потому что это, наверное, главный козырь смартфона. Звучание, и знаете, Huawei P20 Lite меня немножко разочаровал, потому что стоимость данного чуда чуть больше 400 баксов, это официально, скажем так. И знаете, друзья, здесь посредственный, основной мультимедийный динамик, то есть громкость средняя, качество среднее, я ожидал что-то лучшее, но нифига подобного. То есть компания Huawei не заморачивается над звучанием основной мультимедийного динамика, потому что, блин, OnePlus 5T стоит буквально чуть-чуть дороже, но здесь офигенный, громкий, качественный основной мультимедийный динамик. А здесь же, по сути, у нас пищалка, пищалка и все. Да, возможно, он кому-то понравится, но, блин, за такую стоимость ты ожидаешь нормальный, адекватный динамик. Но нет, к сожалению, в Huawei P20 Lite такого нет. Звучание в наушниках нормальное, то есть ничего хорошего и плохого сказать не могу, отличное, скажем так, да? Разговорный динамик понравился, он громкий, чистый, качественный, ну, по крайней мере, хотя бы здесь не напортачили. Производительность. Ну что ж, вот тут и начинается разочарование. В качестве процессора Kirin 659. Относительно унылое решение, которое встречается в смартфонах, которые раза в два дешевле стоят, чем P20 Lite. 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенной. Работает все это чудо на восьмом андроиде. Ну что ж, смартфон меня порадовал своей стабильностью и быстродействием в обычных задачах. Тут к нему претензий нет. Но если нагрузить смартфон как следует, сразу все становится на свои места. В играх ситуация вообще плачевная. Учитывая стоимость смартфона, танки или PUBG только на низких настройках. Что-то попроще будет работать на средних настройках. Также наблюдается ощутимый нагрев спустя 30 минут игры. Короче говоря, если вы любитель пошпилить в игрушки, данный смартфон вам не подходит. Для демонстрации скорости работы смартфона вот вам Speedtest Xiaomi Redmi 5 Plus. У которого Snapdragon 625 и 3 гигабайта оперативной памяти. Ну и конечно же он в три раза дешевле стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и пару слов о моноброви. Она немножко раздражает, но при использовании не мешает. И не ограничивает вас. Процент заряда батареи есть, уведомления тоже видно. При желании можно ее типа скрыть, но это фигня. Так как здесь IPS матрица и выглядит банально все это глупо. В общем радует только то, что она небольшая по сравнению с другими смартфонами. А так больше плюса у нее нет. Смартфон получил разблокировку по лицу. И знаете, ей можно пользоваться. Она нормальная, не вызывает раздражения. Она работает чуть медленнее, чем на OnePlus 5T. У которого просто молниеносная разблокировка по лицу. Ну и конечно же есть обычный стандартный сканер отпечатков пальцев. Который работает шустро, стабильно. К нему тоже претензий нет. А также отмечу, что смартфон имеет NFC. И знаете, это хорошо, потому что это очень удобная функция. Автономность. Внутри у нас скромная банка на 3000 мАч. И если честно, смартфон меня приятно удивил. В комплекте есть быстрая зарядка, но блин, почему-то она нифига не быстрая. Ну что ж, на деле смартфон работает один день при средней нагрузке. Без проблем. И я был приятно удивлен, потому что у меня был Honor 9 Lite. У которого дисплей меньше, у которого тоже Kirin 659. И у которого тоже батарея на 3000. Но тот смартфон с трудом жил один день. Поэтому как-то вот так. Итак, тесты, друзья. Игры на максимальной яркости плюс Wi-Fi. 10% заряда уходит за 25 минут. И знаете, это хороший результат. Honor 9 Lite показывает 10% за 23 минуты. Видео на максимальной яркости. Фильм скачанный на смартфон без интернета. 7 часов 37 минут? Довольно-таки неплохо. Honor 9 Lite, к примеру, показывает 5 часов 10 минут. Камеры. Основная их состоит из двух модулей. На 16 мегапикселей плюс 2 мегапикселя. Фронтальная камера здесь одна, но на целых 16 мегапикселей. Ну что ж, основная камера меня не удивила. А скорее даже немножко разочаровала, учитывая стоимость смартфона. В плане детализации претензий нет. Тут все супер. Но это было очевидно, так как здесь целых 16 мегапикселей. В пасмурную погоду у вас получатся нормальные офигенные снимки, которым претензий нет. Но вот, друзья, в солнечную, летнюю погоду все не так уж хорошо. Потому что HDR тупо не справляется. И зачастую у вас просто банально пересвечены фотографии. Короче говоря, друзья, вот вам для наглядности сравнение Xiaomi Redmi Note 5, который в два раза дешевле стоит. Своё мнение пишите в комментариях. При плохом освещении ожидаемо P20 Lite не справляется. Потому что диафрагма F2.2 в таком смартфоне, как по мне, это жлобство со стороны Huawei. Не могли они что ли более светосильную оптику установить? Смартфон же не дешевый. Конечно же смартфон умеет делать размытие заднего фона. Но знаете, мне почему-то оно не понравилось. Очень много ошибок. Фронтальная камера меня порадовала. К ней претензий нет. Тут все офигенно. Хорошая детализация, хороший угол обзора. Ну и конечно же есть размытие заднего фона. Ну что ж, если подвести итоги, то лично для меня Huawei P20 Lite это красивый, удобный смартфон. У которого шикарный дисплей, просто бомбезный дисплей. У которого есть NFC. У которого средний мультимедийный динамик, который не вызывает вау эмоций. Просто, ну звучит и все. Здесь нормальные камеры, но не за такую стоимость. Ты ожидаешь, что здесь будут шикарные, офигенные камеры, которые будут фото и хорошо при любом освещении? Но, к сожалению, нет. Есть небольшие компромиссы, если честно. А также производительность. С одной стороны у нас все работает быстро, шустро, хорошо. Но, с другой стороны, здесь дешевый процессор. Здесь просто отстойная производительность в играх. Что тут, блин, еще сказать? Автономность нормальная. Я думал, здесь будет намного хуже все. Но нет, один день спокойно работает. Поэтому, друзья, это лично мое мнение. Своё, конечно, пишите в комментариях. Как вам Huawei P20 Lite? Нормальный смартфончик? Адекватный? Или же все-таки компания Huawei очень большую стоимость за него просит? В общем, друзья, с вами был Димон. Ссылочка на это чудо в интернет-магазине фишки.я будет в описании. Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok